Книга «Открытым оком», 9 том, вопрос 2206, тема покаяния. С горы свалиться легко, а вот как подняться? Было ли у святых так, что они сделались отступниками, а потом одумались и снова вернулись в число мучеников? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В житиях такое встречается, хотя и не так часто. Но на это есть каноны, как с отпадшими снова примириться и какую им эпитимию нести. У Григория Неокисарийского, у Киприана Карфагенского есть о том и суждения важные. Было течение, что таких никогда в церковь не принимать. Но милосердие возобладало и даже исповедникам дали власть ходатайствовать о таких, ибо они на себе испытали немощь плоти и потому были более снисходительными к потерпевшим крушениям. Говорим не просто об оступившихся, а о тех, кто и жертвы идолам приносил и был в стане врагов. Лука 15, 21 Сын же сказал ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже не достою называться сыном твоим. Иеремия 3, 1 Ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Иеремия 3, 12 Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи Возвратись от ступницы, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Маркеллин, память 7 июня Во время жесточайшего гонения на христиан, когда в течение 30 дней в Риме было истреблено после многоразличных мучений 17 тысяч христиан обоего пола, в это время схвачен был и приведен на допрос к Диоклетиану и папа Маркеллин. Но устрашившись жестоких мучений, он воскурил Фимиан на алтаре идольском и принес жертву вести и езиде. После сего, вернувшись домой, Маркеллин горько заплакал и зарыдал, когда некогда, как некогда апостол Петр, отрекшись от Христа. Маркеллин начал обличать и укорять самого себя, так как, хотя многих других утвердил в вере и побудил к мученическому подвигу, тем не менее сам отпал от веры самым позорнейшим образом. Размышляя о сём, папа несказанно скорбел сердце своём. Хорошо, что был я некрасивым или сам себе таким казался, в конопушках нос, как лист в росинках. Комплексую до слезы с измальства. Эти крапинки веснушки на носу сохранили от больших падений. За разврат повестку не несут женщины везучие, лишь тени. Хорошо, что бедность за столом не нажил пузатую фигуру, не скатился с чашкой под уклон, не запился с пугу или с дуру. Как я благодарен был отцу, матери спокойной и послушной, за каждую веснушку по лицу из-за не очень слышащие уши. Явно по ногам не Аполлон, мускулы не копия Геракла, не коттедж наш деревянный дом, просто проповедник, не оракул. Как хорошо, что ростом не удался, но среди братьев Бог избрал меня. На тельный крест не пионерский галстук, на Библию все книги променял. Урок благодарения за скорби, за должность сторожа, трудяги-печника пойму и оценю не сразу и не скоро. У ног Христа сижу в учениках. Скиталец осчастливлен чудной верой, не из традиций и преданий многих книг. Мне и Егова Библию сам верил. Псалтырь без нот в подарок дал Давид. В пастушью сумку Бог вложил мне камни, сразить сектантское тупое узколобье святоотеческим премудрым толкованием. Прощой из юмора в обряда верье злобы. 27 мая 2004 год Игнатий Лапкин